Здравствуйте, мы продолжаем наше занятие, и сегодня одна из самых сложных тем, которая касается русской художественной культуры, это художественная культура Серебряного века. Скажем о том, что период Серебряного века, рубеж 19-20 столетий, совпадает с эпохой модерна, и для того, чтобы более глубоко понимать особенности этого периода, дадим краткую характеристику основных этапов, которые выделяются в современной учебной литературе, когда речь идет о модерне. Первый этап связан с 90-ми нулевыми годами, это время, когда происходит обновление художественного языка, разрабатываются новые приемы. Если говорить об архитектуре, то это разработка новых приемов пространственных композиций, это ориентация на орнаментальность, это использование новых материалов. Второй этап, который является следующим периодом развития стиля модерн, это нулевые годы до 1905-го, которые характеризуют отход от декоративности, более последовательное освоение строительных материалов нового образца, если речь идет об архитектуре. И в изобразительном искусстве тоже период модерна, он здесь имеет свои особенности, о которых мы скажем. Отметим, что развитие науки, развитие техники, распространение фотографии, киноискусства, в общем-то все явления, которые связаны с новыми формами и с новыми видами художественной культуры, они оказывали влияние на классические традиционные жанры, виды, о которых мы с вами говорим. Поэтому этот факт обязательно нужно учитывать, когда мы будем выяснять причины, почему же обновление художественной формы, которое такое яркое, такое показательное, оно связано именно с указанным периодом. И заключительный период развития стиля модерн, который выделяется в учебной литературе, это период с 1905-го по 1914-е годы, время, когда в большей степени мастера стремятся к строгости, простоте, и таким образом памятники этого времени тоже имеют существенные отличия. Сегодня мы начнем с вами разбирать произведения искусства с изобразительного искусства, начнем с живописи. Отметим, что для стиля модерн характерна, как я уже говорила, декоративность, иногда такая вот условность трактовки, например, пространства, использование каких-то национальных фольклорных мотивов, это тоже черта, которая будет характерна для произведений, которые мы с вами посмотрим. В данном случае перед вами именно такой образец, это картина Виктора Воснецова «Богатыри», работа, которая относится к 80-90-м годам. Мы знаем о том, что Воснецов – это великий русский художник, как раз один из основоположников русского модерна в его национально-романтическом варианте. Художник преобразовал русский исторический жанр, русскую историческую картину, соединив мотивы Средневековья, например, с какими-то сказочными персонажами, с поэтическими легендами. В данном случае перед вами Иван Царевич «На сером волке» работы Воснецовой и «Снегурочка», тоже произведение, которое было создано в 90-е годы. Скажем, что, конечно, смена одного стиля другим не была такой безусловной, как страница в книге перевернута и начинается новая глава. Многие мастера, которые работали в предшествующий период, в конце 19-го столетия, они плодотворно продолжают свою творческую деятельность. И вот интересно сравнить, как меняется творческая манера, например, Репина. Перед вами его работа, которая посвящена историческому событию. «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Картина 80-90-х годов. И следующее изображение – это работа того же автора, которая была написана в поздний период 1907 год. Это манифестация 1905 года. Обратите внимание, как изменилась сама форма. То есть от детальной, тщательной проработки, прорисованности всех деталей. Мы с вами встречаем такую легкость, большую свободу. Иногда мы видим как будто незаконченную форму. Растворяется задний план в таком вот изобилии мазков. Картина пронизана светом. То есть меняется структура, меняется и построение композиции. Складывается ощущение, что перед нами фрагмент из кинофильма или фрагмент из кинохроники. Такой эффект обрезанного кадра – это тоже явление, которое будет распространяться в указанный период. Ну и другие работы Репина, которые перед вами, они тоже могут показать именно вот такую последовательную смену творческого метода, который мы наблюдаем на примере работ одного мастера. Также продолжается и творчество Сурикова, о котором мы с вами говорили кратко на прошлом занятии. По-прежнему мастер развивает исторические жанры, вот перед вами взятие Снежного городка и покорение Сибири Ермаку. Когда мы с вами говорили в прошлый раз о пейзажном жанре, я отмечала, что поэтический реализм или русский импрессионизм находят наиболее полное воплощение в работах выдающихся художников, среди которых одним из самых интересных стал Исаак Ильич Левитан. И продолжая эту тему, покажем еще несколько его работ. Перед вами «Золотая осень» и «Весна». Вот мы говорили, что в конце XIX столетия происходят существенные изменения, в частности, среди русских живописцев и художественных критиков меняется представление о законченности картины. Мнимая незаконченность вещь становится особенно характерной именно для пейзажного жанра. И для Левитана законченность произведения – это не живописное качество формы, которое до конца прописано. Это именно полная реализация смыслового и эмоционального содержания полотна. Поэтому работы, которые вы видите, которые принадлежат кисти Левитана, они в полной мере отвечают этим качествам. Продолжает работать Иван Иванович Шишкин. И в его произведениях мы также встречаемся с новыми тенденциями, которые отражают общий ход развития художественной культуры. Традиции символизма в большей степени затронули творчество Михаила Врубеля. Перед вами его работа «Демон сидящий» – картина 1890 года. И следующее произведение – это «Царевна лебедь», работа, которая тоже была написана в 1900 году. Своей задачей мастер ставил выявление структуры, которая идеально прекрасна и которая задана природой навек. И это обусловило и художественные качества его работ. Это такой обнаженный мазок и необычайно пастозная живопись, то есть фактурная поверхность. Также представителем этого же художественно-эстетического феномена становится Константин Коровин. Перед вами его работы «У балкона» и «Зимой». Отметим, что кроме названных тенденций модерн, символизм, конечно, художники в поисках обновления языка, в поисках новых форм обращаются к разным источникам. Поэтому на рубеже веков в рамках увлечения религиозной философией возникает и попытки найти большой стиль, опираясь на религиозную традицию, опираясь на средневековую традицию. Поэтому такой вот большой стиль, который опирался на названные моменты, он также находит воплощение в творчестве ряда живописцев. Здесь, конечно, следует отметить творчество Михаила Нестерова, перед вами «Видение отреку в Рафоломею» и «Великий постриг» и других мастеров, которые так или иначе отражали названную тенденцию. В начале нашего занятия мы сказали о том, что новые тенденции, которые получили наименование русского импрессионизма, они стали распространяться по разным областям художественной культуры. И отметим, что не всегда они воспринимались положительно. В частности, творчество Серова оценивалось некоторыми его современниками достаточно критически. Так подвергся критике Павел Третьяков после того, как он приобрел для своей художественной галереи работу, которая представлена перед вами. Это картина «Девушка, освещенная солнцем. Портрет Симонович». Картина 1888 года. Серов был выдающимся мастером портретного жанра, и его работы проникнуты духом новых тенденций, о которых мы сказали в самом начале. Это и декоративность, это часто плоскостность трактовки. В данном случае мы видим с вами изображение картины «Похищение Европы». Это эскиз и законченный вариант, который сейчас перед вами на экране. Беспощадность Серова-портретиста находила воплощение в очень четкой, очень меткой характеристике представителей высшего сословия. При этом, работая над картинами, которые изображали портреты простых людей, Серов, наоборот, подчеркивал их жизненную силу, энергию. Такой работой является портрет крестьянки с лошадью. Отметим, что на рубеже веков в контексте культуры Серебряного века были созданы предпосылки и были сформированы многочисленные художественные объединения, творческие объединения, которые могли иметь свою разработанную эстетическую систему. Какие-то объединения были более крупные, какие-то более камерные, более частные. Одним из самых известных творческих объединений рубежа веков становится мир искусства. Мир искусства – это объединение идейным руководителем и вдохновителем которого был Александр Николаевич Бенуа, художник, работа которого сейчас представлена перед вами на экране. Разрабатывая свою эстетическую программу, это объединение имело и собственный печатный орган, журнал одноименный. Так вот, разрабатывая свою эстетическую программу, мастера этого объединения предполагали опору на наследие красивых, изящных эпох. Это, в первую очередь, традиция XVIII века. Также они отрицали значимость средневековой культуры, расценивая ее как определенный упадок творческих сил. И в своих работах они часто обращались к теме театра, к теме, которая позволяла максимально полно раскрыть декоративность произведений и показать о том, что весь мир – это театр, люди в нем – актеры. И это позволяло очень тонко проникать в психологию изображенных персонажей. Перед вами работа Александра Бенуа, которая посвящена «Прогулке короля». Это из французской истории. Следующее произведение этого же художника – это «Парад при Павле I». Работа следующего мастера, которого я вам показываю, – это Константин Сомов, как раз связанная в большей степени с интерпретацией театральности. Вот «Осмеянный поцелуй» перед вами, «Вечер» и «Орликин и дама» и картина, которая называется «Язычок Коломбины». Все произведения были написаны в X-е годы уже XX столетия. В общем-то, Сомов опирался в своих работах на интерпретацию искусства рококо, выбирая в качестве основной сцены, где разворачивались сюжеты его картин, парк вот этого культурно-исторического периода, которые становятся местом любовных объяснений, местом каких-то нелепых поступков и местом таких галантных сцен, которые представлены перед вами на слайде. Сомов был также и выдающимся портретистом, поэтому, глядя на его работы, в частности, на портрет Остромовой и Лебедевой, мы видим о том, насколько изменилось понимание натуры, насколько изменилось понимание портретного жанра для культуры начала XX столетия. Такие же идеи раскрывают в своем творчестве и Леон Багст. Перед вами его портрет Зинаиды Гиппиус, произведение, которое было создано в 1906 году. И отметим, что Багст был не только художником, он был книжным иллюстратором, сценографом и также художником по костюмам. Поэтому его работы, которые сейчас перед вами на слайде, являются образцом именно этой сферы деятельности мастера. Это эскизы балетного костюма к балету «Нарцисс» и к балету «Жар птица». И с 1907 года Багст жил в основном в Париже и работал над театральными декорациями, и произвел настоящую революцию в данном виде художественного творчества. Также интерпретируют галантные эпохи и художник Евгений Ленсере. На его произведениях мы с вами встречаемся с образом Петербурга XVIII столетия, перед вами здание двенадцати коллегий и императрица Елизавета Петровна в царском селе. Удивительные работы по колористическому решению, по сложности композиционного построения. Конечно, для начала XX века эти работы были совершенно новаторскими, и последующие мастера ориентировались на наследие мира искусников, в чем-то подражая, что-то копируя. Таким образом были сформированы предпосылки для развития уже культуры 20-х годов. Другие художники, которые тоже работают на рубеже веков, это и Малявин, и Кустодиев, и Аристарх Лентулов. В общем и целом, также находятся в поиске новых форм и новых средств выразительности для того, чтобы искусство было обновленным, для того, чтобы оно заняло важное место в сфере духовной культуры. Отметим, что Лентулов – мастер, который входил в состав другого творческого объединения. Это группировка, которая называется «Бубновый валет». В данном случае «Бубновый валет» – это название выставки. Выставка была открыта в Москве в декабре 1910 года, и она стала основой для возникновения художественного общества, которое было наиболее крупным объединением русского авангарда. Название «Бубновый валет» было придумано Ларионовым, и потом в 1911 году было принято учрителями. Отметим, что несмотря на то, что мастер является вдохновителем создания этого объединения, он сам отказался в него вступать. И теперь дадим краткую характеристику этому авангардному явлению. Поговорим о произведениях таких авторов, как Машков и Кончаловский. В общем и целом, самым ярким произведением, «Пугачом», как называли такие полотна сами художники, выставки 1910 года, о которой я сказала, стало программное полотно Ильи Машкова. Оно представлено перед вами. Это его автопортрет и портрет с Петром Кончаловским. Они здесь представлены обнаженными в костюме борцов с великолепно проработанными мускулами. На картине мы видим большое количество атрибутов и предметов, которые показывают все многообразие художественной культуры этого времени. Это и библия на пианино, это и сезанн, это и музыкальные инструменты, гимнастические гири. Такая вот гиперполизация преувеличения, то есть данная картина и была задумана как манифест нового подхода. Сам Машков так объяснял цели нового объединения. Он говорил, нам хотелось, чтобы наша живопись была могучая, насыщенная обильным колоритом. Конечно, на зрителей эта работа произвела колоссальное впечатление и в дальнейшем вот эта эпатажность, экстраординарность, все сверх, это то качество, которое будет относиться к разным авангардным направлениям. Мы видим о том, насколько отличаются натюрморты, которые создавали художники этого объединения, от традиционного, привычного для классического искусства. Мы видим, как отличаются образы натурщиков и натурщиц, и видим о том, как меняется сама художественная форма. Это и трактовка пространства, и колористическое решение, и изменение рисунка. В данном случае, конечно, говорить обо всех картинах подробно мы вряд ли сможем. Однако, обращаю ваше внимание на то, что в периоде Серебряного века существует большое количество литературы. И в сопроводительных материалах к занятиям ссылки или файлы будут обязательно размещены. И отметим, что развитие авангардных идей приводило и к формированию традиций беспредметного искусства, беспредметной живописи, которая для русского искусства этого времени была представлена творчеством, например, Казимира Малиевича и, конечно, Василия Кандинского. Перед вами работа названного автора «Импрессия» 1911 года, которая сейчас хранится в собрании Мюнхенского музея. В целом, Кандинский является одним из основоположников беспредметного искусства не только для отечественной традиции, так же его влияние на западноевропейское искусство нельзя переоценить. Говоря о развитии пластики, о развитии скульптуры, тоже следует назвать несколько фамилий. А в первую очередь это скульптор Павел Трубецкой. Павел Трубецкой – это один из основоположников импрессионизма в русской скульптуре. Русская скульптура, которая относится к импрессионизму, основной своей задачей ставила передача «Мгновенное впечатление от жизни», а также часто прибегали к такой живописной трактовке формы. И мастер, о котором мы сейчас говорим, был первым по-настоящему раскрывшим в своем творчестве названные особенности. Перед вами его портрет Льва Николаевича Толстого, произведение, которое было выполнено в 1899 году. Второй мастер скульптуры тоже этого периода – это Анна Голубкина. Анна Голубкина, которая была знакома с Агюстом Роденом и брала у него уроки в его мастерской. Поэтому ее работы, они, конечно, пронизаны вот этим духом, который великий мастер передавал своей не менее великой ученице. Перед вами ее работа, которая называется «Старость» и второе произведение, которое называется «Идущий человек». То есть такая вибрирующая поверхность скульптурной формы, динамика и глубина замысла, такое обостренное ощущение тех тем, которые скульптор решает в своих произведениях. Ну и третий мастер, который также относится к периоду Серебряного века, о котором идет речь – это Сергей Тимофеевич Каненков. Он является представителем Московской художественной школы, закончил училище живописи, вояний и зодчества, а далее он совершенствуется в Петербургской академии художеств. И в общем и целом он после революции 1905 года создал цикл замечательных произведений, которые были посвящены этим событиям. Перед вами его работа, которая называется «Рабочий боевик» 1905 года и образ отмечен брутальностью, монументальностью и выдающимися художественными качествами. Отметим, что мастер работает в разных техниках, и перед вами его произведение, которое выполнено из дерева – это «Нищие братья», памятник из собрания Государственного русского музея. Осталось нам два слова сказать об архитектуре, потому что, конечно, больше вы почитаете самостоятельно. И мастера модерна – это особая страница в истории отечественной культуры. Мастера, которые, вдохновленные природными формами, воплощали вот эту гибкость, изменчивость, динамику, с помощью новых материалов и технологий. Начинается активное использование стекла, различных конструкций, которые позволяли добиваться выдающихся декоративных и художественных эффектов. Например, архитектор Шехтель, который является представителем московского модерна, и особняк Рябушинского, который представлен перед вами на слайде. И этот же мастер создает многочисленные сооружения, которые были пронизаны новаторским духом и использованием новейших технологий. Особенно, конечно, здесь заслуживает внимание здание Московского художественного театра в Москве. Дело в том, что Шехтель был еще и выдающимся театральным декоратором, художником, который работал для театра. Поэтому его особое отношение, трепетное к театру, оно нашло в полной мере воплощение в этом уникальном, на момент своего создания, образце инженерного искусства и образце архитектуры. Другие примеры, которые связаны с традицией архитектуры модерна, это памятники Петербургского, Северного модерна и других городов России, вы почитаете самостоятельно. Благодарю вас за внимание. На этом мы сегодня заканчиваем. Редактор субтитров А.Семкин